перед началом видеоролика хотела сказать вам огромное спасибо за просмотр и выразить отдельную благодарность всем спонсорам моего канала когда заканчивался футбольный сезон и по вечерам пятница было нечего делать кроме как пить пиво и смотреть в открытое небо подростки находили себе увлекательное занятие они парковали свои автомобили через улицу от одесской средней школы и ждали желая увидеть знаменитое привидение бетти согласно городской легенде она появлялась в окнах школьной аудитории ровно в полночь чтобы ее увидеть было достаточно трижды мигнуть фарами трижды нажать на клаксон и назвать ее по имени бэти 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 говорили что настоящая бэти посещала одесскую гимназию несколько десятилетий назад с течением времени факты ее гибели становились все более запутанными и каждая история оказывалась абсурднее предыдущей одни утверждали что девушка повесилась спортзале а другие рассказывали что она упала с лестницы и сломала шею с тех пор толпы подростков совершали такое ночное паломничество в конечном итоге это привело к тому что директор школы приказал закрасить краской окна актового зала а во время более поздней реконструкции фасад облицевали кирпичом но истории об эти никуда не делись ученики продолжали рассказывать о странной темной фигуре о мерцающих огнях о плачущем женском голосе и загадочных шагах глухим эхом раздающихся в пустом здании многие уверяли что видели ее идущий по коридору или слышали женский голос позади себя резко покрывался холодные спаренные и предподаватель драм кружка стоило ему услышать имя бетти по словам учеников при одном только упоминание о ней внезапно начинал мигать свет и со стола падали книги казалось бы обычная история о привидениях но за ней скрывалась нечто куда более сложное и запутанное мистификацию разумеется придумали школьники а взрослые просто боялись вспоминать те трагические события одесские подростки рассказывающие легенды об эти слишком молоды чтобы знать настоящую историю в то время не было интернета и рассказ передавался из уст в уста и с каждым новым рассказчиком обрастал новыми фактами добавленными для драматизма поцелуи и убийства так окрестила эти события пресса в 1961 году бетти уильямс среди одноклассников особо популярностью не пользовалась скорее наоборот многие ее совсем не замечали так как девушка и при жизни была словно привидение она жила в небольшом каркасном доме расположенном на немощенной улице ее отец джон работал плотником перебиваясь случайным и нестабильным заработком а мать мэри трудилась кассиром в магазине одежды чтобы хоть как-то сводить концы с концами джон ежедневно читал нотации дочери и проповедовал о грехе и вечном проклятие за всевозможный блуд а для верности каждое утро молился богу чтобы быть и стала послушной и кроткой как вы уже поняли отношения в семье были непростыми вместо понимания и сочувствия лишь наказание и упреки к семнадцати годам в эти стала красивой но ничем не примечательной девушкой с песочно русыми волосами доходившими до плеч и большими выразительными голубыми глазами бете презирала конформизм и относилась с особым презрением к пользующимся спросом гламурным барышням она считала себя интеллектуалом и излагала свое мнение обо всем от мальчиков до религии свободно высмеивала лицемерие и выступала против расизма за равенство полов призывала беречь экологию еще до того как это стало чем-то само собой разумеющимся тем не менее ей нравилось привлекать внимание она легко могла прийти в школу в контрастной несочетаемой одежде яркой вызывающей помаде или в джинсах и белой полупрозрачной майки без бюстгальтера за такие действия выходящие за рамки общепринятого поведения в те времена одноклассники относились к ней с презрением и считали распутной девицей в консервативной одессе бэти слыла чудачкой и все старались обходить ее стороной девушка с завистью смотрела на модных одноклассниц или как она их называла кашемировые девушки одеты с иголочки с красивым макияжем и идеальной кожей они неизменно привлекали внимание юная бэти мечтала сидеть вместе с ними на трибуне футбольного матча встречаться с популярными мальчишками и греться в их объятиях часто в голову бэти приходили мысли о побеге из строгого дома она хотела когда-нибудь стать актрисой и в своей спальне стены которые сплошь покрывали афиши фильмов жадно зачитывалась голливудскими журналами благодаря незаурядному таланту ей часто доставались главные роли в школьных пьесах после окончания школы бэти планировала поступить в колледж расположены чуть дальше по улице иногда по ночам когда родители ложились спать бэти выскальзывала через заднюю дверь и проходила четыре квартала до томми драйв там всегда отдыхали самые известные школьные компании с которыми можно было не только поговорить но и позволить себе нечто больше барышни флиртовали все но немногие из них были настолько напористыми и смелыми как бэти она не скрывала что не ханжа и была готова это доказать юная бэти отчаянно пыталась хоть кому-то понравится и завязать серьезные отношения и парни проявляли к ней интерес но едва получали доступ к желанному тут же вешали клеймо девушки легкого поведения отчего и без того сомнительная репутация хромала еще больше маг херинг не являлся великим футболистом на которого возлагали надежда всего лишь очередной игрок команды в статусе защитника старший сын домохозяйки и ветерана второй мировой войны он был высоким красивым тихим и воспитанным юношей с уголь над черными волосами маг вырос в районе где проживали люди среднего класса там же жили его товарищи по команде и кашемировые девушки с которыми они встречались для заядлого охотника немоверным счастьем наполнялись дни когда он мог потратить несколько дней на выслеживание добычи однако он разительно отличался от друзей охотников которые специально стреляли жертвы в ногу и получали удовольствие наблюдая за страданиями животного если он собирался на охоту то убивал а не смотрел на муки невзирая на то что маг прибывал на вершине кастовой системы старшей школы обойти в самом низу им удалось завязать дружбу девушка почувствовала в нем родственную душу он казался ей гораздо милее и откровение чем другие мальчишки которых она знала летом они начали встречаться и бы эти по-настоящему влюбилась с восторгом хвасталась подружкам что наконец нашла человека который ее слушает и понимает но маг не спешил рассказывать друзьям о своей новой девушке более того его поведение настораживало и вызывало много вопросов он никогда не водил бы эти на вечеринки команды ни разу не давал ей свою футбольную куртку и не спешил пригласить домой для знакомства с родителями напротив маг совсем не хотел чтобы кто-то узнал о его связи с бетти поэтому вел себя как мачо флиртовал и целовался на глазах у всех с популярными одноклассницами разумеется такое поведение возлюбленного сильно ранило чувственную душу бетти и она решила отомстить в очередной раз сбежав ночью из дома на томми драйв бети стала свидетельницей как маг хорошо проводит время в компании прекрасной девушки и решила заставить его ревновать она села в машину к самому популярному и красивому парню школы и начала с ним целоваться на глазах у мака однако эффект от этого трюка получился прямо противоположным таким легкомысленным поведением бэти задела болезненное самолюбие мака хоринга и окончательно испортила их отношения маг не стал убиваться горем и нашел себе новую пассию а у бэти жизнь пошла по наклонной второй удар нанес новый учитель театрального искусства педагог не увидел таланта в юной актрисе и снял ее со всех главных ролей во всех спектаклях понизил в должности до постановщика в интер и ста максвелла андерсона мрачной пьесы основанной на слабоумие сака ванцетти еще одним ударом стало известие что маг будет играть одну из главных ролей в интер и ста безжалостного убийцу по имени трог стрелла все еще не оправившись от разрыва отношений и подавленная перспективой довольствоваться лишь тростепенными ролями бэти чувствовала себя никчемной мечта всей жизни неуловимо ускользала из рук а любимый парень на ее глазах обнимался с другой девушкой все душевные раны и переживания бэти переносила на страницы своего дневника именно там она изливала чувства писала о страдании и о любви но и дома поддержки не было будучи строгим человеком отец часто проводил ревизию в комнате дочери и во время очередной проверки наткнулся на ее дневник однако вместо дружеской беседы и понимания несчастная получила розги и домашний арест джону было тошно от одной только мысли что его дитя может крутить романы с кем-либо до замужества это был стыд и позор такое отношение со стороны родителей непонимание и удручающая обстановка не могли не сказаться на состоянии бэти ближе к зиме из уст девушки все чаще звучали разговор о том что лучше умереть чем терпеть ежедневные страдания небеса должно быть единственное место где я смогу обрести счастье говорил об эти друзьям она даже пыталась покончить с собой чтобы раз и навсегда распрощаться со всем в первый раз она выпила 6 таблеток аспирина но эффекта не было во время второй попытки взобралась настропила зрительного зала намеревалась броситься на сцену прямо в разгар спектакля но не хватило смелости единственной реакции которую она получала от своих друзей после тщетных попыток суицида было закатывание глаз и фраза снова бэти пытается быть в центре внимания отчаявшаяся девушка сообщила как минимум пяти студентам работающим над пьесой о своем намерении свести счеты с жизнью эта мысль так прочно засела ей в голову что она стала искать того кто может помочь ей уйти но одни считали это бредом и категорически отказывались пойти на такое другие же в шутку за свои услуги просили деньги иногда репетиции пьесы затягивались до позднего вечера и маг время от времени развозил актеров по домам в один из таких дней когда он вез бэти девушка неожиданно спросила ты сможешь меня убить я прислоню пистолет голове все что тебе нужно это нажать на курок мак рассмеялся над абсурдностью этой идеей и бэти расхохоталась звонким смехом вместе с ним но это не было шуткой дома девушка написала прощальную записку в старом потрепанном дневнике а на следующий день во время репетиции затащила мака за кулисы в реквизитную комнату бэти напомнила о вчерашнем разговоре и уже без тени улыбки совершенно серьезно произнесла помоги мне умереть как именно проходил разговор неизвестно но оставшуюся часть дня с лица девушки не сходила улыбка оставалась неделя перед назначенной премьера уинтереста студенты суетились и украшали сцену к пьесе посреди этого хаоса бэти подошла к старому другу и произнесла было приятно общаться с тобой спасибо за все я наконец-то уговорила мака убить меня разумеется друг не поверил и пожав плечами с явно сквозивший иронии в голосе произнес я пришлю тебе розы два дня спустя 22 марта 1961 года в одесское управление полиции позвонила мэри уильямс и сообщила о пропаже дочери накануне вечером она отправилась спать а утром ее спальня оказалась пустой одного за другим друзей бэти стали вызывать в кабинет директора интересоваться куда могла уйти пропавшая девушка айк найл популярные студенты актер также играющий в пьесе рассказал что в ночь перед исчезновением после репетиции подвозил бы эти домой с его слов он высадил девушку в десять часов но она предложила ему вернуться через полчаса и встретиться с ней в переулке за домом как и договаривались в десять тридцать в эти выскользнула через заднюю дверь дома и села к нему в машину подростки весело болтали курили и вдруг увидели медленно приближающийся знакомый автомобиль за рулем сидел маг бэти с улыбкой произнесла о боже мой я не думала что он решится айк знала желание бэти умереть и о согласии мака помочь в этом деле но он и подумать не мог что это было сказано не в шутку а вполне серьезно поэтому ничего не подозревая он спокойно отпустил девушку на прощание бэти произнесла прости но я должна идти даже если там меня ожидает смерть офицер одесской полиции по делам молодежи бобби макалпайн тут же вызвал мага на допрос парень уверял якобы они просто поболтали в машине после чего в полночь он высадил бэти около дома ее родителей но некоторые несоответствия в рассказе вызывали подозрение и привели макалпайна к выводу что 17-летний парень знает куда больше чем говорит о той роковой ночи детектив напористо вновь и вновь задавал вопросы на которые парень каждый раз давал разные ответы одетая в бледно-розовую короткую пижаму и халат в белую голубую полоску девушка вряд ли могла бы убежать из дома спустя 45 минут настойчивого допроса маг сдался согласно показаниям задержанного бэти умоляла убить ее все что он сделал это исполнил ее желание парень рассказал что совершил преступление из дробовика 12 калибра который выбрала сама бэти маг провел офицеров в охотничий дом своего отца расположенный в 40 километрах к северо-западу от города там они свернули шоссе на извилистую грунтовую дорогу и продолжили движение пока маг не приказал им остановиться парень с ухмылкой показал где прошли последние секунды жизни бэти следы ее ног вели вниз по крутому склону к стоковому резервуару земля у воды оказалась залитой кровью монотонным безэмоциональным тоном макс сообщил следователям что застрелил бэти прямо на этом месте затем нацепил на нее груз и скинул в воду не зная где находится тело в резервуаре офицеры попросили мака указать где именно он его утопил маг снял свой красно-белый жакет спортивную рубашку лоферы синие джинсы и носки и стал бродить по воде собравшаяся группа правоохранителей затаив дыхание наблюдала за действиями убийцы достигнув центра макс ориентировался глядя на мескитовые деревья по обеим сторонам затем нырнул под воду вскоре он появился и стал пробираться к берегу волоча за собой нечто очень тяжелое когда маг подошел ближе к берегу детективы увидели бэти которую парень тащил держа за ноги тело девушки было облачено в бледно-розовую пижаму а на талии висел тяжелый свинцовый груз голова оказалась частично изуродованной прямым выстрелом из дробовика на удивление маг вел себя очень спокойно без доли сожаления или раскаяния хладнокровно рассказывал о произошедшем лишь иногда на его лице появлялась нелепая ухмылка по словам офицеров маг вел себя так словно его рассказ казался не человека а животного которого он убил на охоте уже в машине детектив поинтересовался признайся ты не думал что тебя поймают думал ответил маг но не рассчитывал что так быстро тело тут же увезли в морг а убийцу на очередной допрос согласно показаниям задержанного всю дорогу к охотничьему дому байте веселилась и говорила о том как она счастлива она не могла дождаться когда дробь наконец пробьет ее черепную коробку когда подъехали к месту назначения маг припарковал автомобили дороги и они просидели несколько часов болтая о будущем бетти рассуждала о том что ожидает людей на той стороне при этом ее глаза светились от счастья наговорившись они вместе спустились к пруду но вскоре почувствовав дрожь бете поспешила обратно к джипу чтобы забрать халат вернувшись к тому месту где воды ждал ее маг она сняла тапочки и встала на колени я просто стоял держа в руках дробовик когда она спустилась к озеру я попросил поцеловать меня на память бы эти выполнила просьбу и прошептала сейчас когда я поднял оружие она потолкнула его тыльной стороной руки и поднесла к виску все что мне оставалось это нажать на курок бете мертва вот так и заканчивается эта история для выразительности маг щелкнул пальцами общественность была шокирована этой историей но несмотря на весь ужас преступления и обвинения в убийстве первой степени которая была выдвинута против него маг не подвергался какому-либо осуждению или травле со стороны своих сверстников хоть парень находился под домашним арестом его приглашали на вечеринки а девушки проникали к нему в спальню через окно вместо того чтобы рассматривать мака как убийцу многие одноклассники вели себя так словно у него не было выбора таким образом маг внезапно обрел еще большую популярность бэти уильямс прозвали девушкой легкого поведения в ее адрес только и слышалось все знали что это мерзавка никуда не годится она обманом заставила бедного мальчика совершить преступление со временем была обнародована предсмертная записка об эти из ее дневника я хочу чтобы все знали то что я собираюсь сделать никоим образом не касается других я говорю это для того чтобы не обвиняли никого кроме меня у меня удручающие проблемы которые касаются большей частью только меня я веду войну внутри себя войну чтобы найти себя настоящую но боюсь что проиграю ее поэтому вместо того чтобы признать поражение я собираюсь отступить в нейтральную страну смерти поскольку у меня есть только воля а не необходимая сила духа мой друг видя насколько велики мои мучения милостливо согласился позаботиться о деталях его зовут маг хэринг и я молюсь чтобы ему не пришлось страдать из-за того что он сделает ради меня я беру на себя все вину вина лежит только на мне бэти ульямс суд над маком начался феврале 1962 года парень признался что заранее приобрел веревку утяжелители патроны и даже шахтерскую каску чтобы осветить себе путь в присутствии представителей закона он не высказывал особых эмоций по отношению к своей жертве маг только произнес она была для меня словно бездомная собака лежащая в луже под дождем с пробитой лапой я только закончил ее мучение зал суда превратился в школьный балл сотни девушек приехали чтобы поддержать убийцу родители бэти потерянные в своем горе были единственными защитниками покойной в это трудно поверить но даже адвокаты защиты выступали заявлением якобы у бэти был блудливый характер поэтому убита она не зря против покойной выступили все коллеги по театру одноклассники и даже маг которого она любила и без которого не представляла своей жизни невзирая на то что все улики и признание говорили против подсудимого маг был оправдан по причине предполагаемого временного безумия в заключительной речи адвокат произнес это мерзавка была ничтожеством бедный парень стала жертвой в ее цепких руках смерть бэти уильямс не стала трагедией для местных жителей но вскоре многие из тех кто выступал в суде против покойной или издевался над ней в школе стали рассказывать что видели дух бэти скорее всего это было обычное чувство вины но тем не менее с тех пор и появилась легенда о плачущей бэти маг умер в возрасте 75 лет был дважды женат но оба брака закончились разводом всю свою сознательную жизнь маг был холодным и бесчувственным к 30 годам от его красивой внешности и спортивного таланта не осталось и следа он все также возил старый потрепанный пикап все время проводил на охоте работал сварщиком и плотником все вокруг старались забыть об эти но ее история превратилась в очередную печальную и таинственную городскую легенду а и и и Продолжение следует...